Телемост Леш, добрый вечер Журналист и пароход, здравствуйте И человек-оркестр, здравствуй, Леш Ну что же, расскажи, пожалуйста, нам и нашим телезрителям, что же будет происходить здесь 1 марта Во-первых, настанет весна, это для всех, и это замечательное событие Ну а во-вторых, в 20 часов, в 20 минут состоится наш телемост, второй по счету Первый мы провели в конце сентября, мне кажется, это был довольно-таки удачный проект Вот фотография своего проекта на экране А второй телемост будет посвящен такой теме, как школьное образование Вместе с нашими эстонскими коллегами с русскоязычного телеканала ЭТВ плюс Мы оценим те реформы образования, которые произошли в наших странах Проанализируем то, что ждет наши страны, наших детей в будущем Потому что такая одна интересная деталь Когда-то Латвия служила примером для Эстонии Именно латвийскую реформу 2004 года, очень, скажем так, шумную В качестве примера для себя взяла Эстония А теперь мы хотим научиться у Эстонии, как хорошо учить детей То есть получилось, что за эти 13 лет, несмотря на то, что Эстония взяла за образец Латвию Эстония, тем не менее, обгоняет нас в образовании по очень многим позициям И эстонские вузы входят в рейтинг лучших вузов мира Латвии там нет Почему, Леша? Ты уже успел выяснить этот вопрос? Эстонские вузы, да, входят Но латвийские тоже в рейтинг входят Но не столь высоко, как эстонские Но ты готовишься к эфиру Я хочу сказать, что я хочу сказать Тут не про вузы дело, а про школы Мы хотим именно концентрироваться на школьном образовании Потому что, к примеру, есть такое очень авторитетное исследование Называется PISA Его проводит Организация экономического сотрудничества и развития В которого мы недавно вступили И последние исследования, его результаты были опубликованы совсем недавно И для Латвии результаты, ну как мне кажется, не очень хорошие Потому что Латвия находится в серединке списка из 72 стран Где-то там 30-е, 31-е, 32-е место А вот Эстония находится на третьем месте На третьем месте в этом рейтинге Как так получилось, что за 13 лет эстонское образование школьное Стало одним из лучших, можно сказать, в мире Потому что выше только там Сингапур и, по-моему, Гонконг Или что-то в этом роде Леш, ну вот в процессе подготовки к телемосту Ты сумел уже, смог для себя найти ответ на этот вопрос? Почему? Твои мысли по этому поводу? Нет, я считаю, что ответы мы должны все-таки найти во время телемоста Именно поэтому пригласили со своей стороны очень авторитетных экспертов Ну, наверное, уже можно будет сказать, что в том числе придет и министр образования нынешний Который в четвертом году вводил реформу Его зовут Карли Шадурскис Знаете такого? Конечно А еще хотите, я расскажу интересную деталь В Эстонии сейчас министр образования, да, ее зовут Майлис Репс И она тоже вводила тогда, в 2004 году, реформу Ну, после, ну, по стопам Шадурскиса То есть у них будет возможность у двух министров двух стран Возможно даже пообщаться в рамках нашего телемоста? Я на это надеюсь, но... В общем, я на это надеюсь Покажет А мы, между тем, выслушаем наших телезрителей И, кстати, сказать, да, дорогие телезрители Вы тоже можете, как всегда, принимать участие в нашей дискуссии Что вы думаете о современном школьном образовании в Латвии? Звоните, высказывайтесь Давайте первое мнение телезрителя выслушаем прямо сейчас Алло, добрый вечер Добрый вечер Знаете, мне такой вопрос, наверное, обращающий Позволю себе высказаться и вопрос в этом задам Понимаете, тут получается так Ты слушаешь, как мы в чем-то где-то отстали По показателям А как-то где-то были где-то, где-то, где-то на каком-то уровне Но мне вопрос в этом Понимаете, тут я слушаю, что собираются объединять Какие-то высшие образования Учебные образования У меня в этом вопрос такой Может, у нас надо, в принципе, так исходить И в каждом городе по университету Потому что, ну, как бы, претензии к тому, что объединяют И, наверное, все-таки, если хотят, чтобы были какие-то улучшения Наверное, какие-то стандарты должны быть И кто вырабатывает эти стандарты И почему получается так, что, по-моему, мне так кажется Что ввиду того, что мы опять отстали где-то от Эстонии То получится, наверное, опять некого будет спрашивать Почему мы ушли не туда, куда надо Почему они уходят, куда надо А мы не туда идем И опять, наверное, министр приходит и уходит В министерстве, наверное, говорят, мы не отвечаем А кто отвечает, собственно говоря За то, что у нас в стране вот это все случается Спасибо вам Леш, спросишь у министров, кто отвечает? Карлис, ну и типа Кто отвечает? Ну что за дела? Ну, кто должен отвечать? У нас в стране такая система Что за какую-то конкретную отрасль отвечает конкретный министр Наверное, в том-то и плюс Ну, я в Золотвийскую сторону отвечаю телемоста В том-то и плюс, что придет именно Карли Шадурский С министра образования И я, и коллеги, и эстонские коллеги, и эстонские эксперты Мы собираемся задать ему в том числе и этот вопрос Почему? Леша, кстати, интересно, на каком языке будет говорить наш министр образования? Это согласовано уже? Вы уже знаете? Можно я отвечу так? Телезрители в Латвии и Эстонии поймут То, о чем говорит министр Карли Шадурский Хорошо, Леша, скажи, почему была выбрана тема Тема именно образования? Почему решили сосредоточиться именно на этой теме? Ну, скажем так, прошло с реформы уже 13 лет То есть полный 12 класс уже выпустился по этой реформе И уже приехал на встречу выпускников Наверное, пришло время оценить, что было тогда сделано То есть реформа 2004-го будет основным моментом, который будет обсуждаться? Нет, она не будет основной Это один из моментов А второй основной момент, что и эстонское, и тем более латвийское образование Ждут большие реформы Но, наверное, латвийское в большей степени, потому что Ну, это и реформа системы оплаты учителей Которая в какой-то степени была произведена В прошлом году осенью Это и реформа самого содержания образования Которое готовится Что там будет, что нужно, чтобы там было Как готовить школьников Какие предметы убирать Какой эстонский опыт используется Например, в Эстонии есть такие классы погружения Мои коллеги специально поехали в Таллинн Сняли об этом сюжет Мы его покажем через неделю Что это такое классы погружения Оказывается, есть такие классы Ну, в русскоязычных школах В школах национальных меньшинств и в садиках Здесь миг просто целый день говорят на латвийском Мы можем воспользоваться этой идеей? Можем, мне кажется Ну, в общем Ну, очень много интересного Огромный пласт информации на меня свалился За последнее время Я ее переварю и обязательно И мы напоминаем Телефоны прямого эфира 6-7-200-232 Так что звоните, пожалуйста У нас есть еще один телезритель, который дозвонился Добрый вечер, говорите, пожалуйста Добрый вечер Да, слушаем вас, добрый вечер Да Ну, у меня много идей Первое Неправильно учат В 61-м году я закончил среднюю школу Я не умел говорить по-русски Поступил в ремесленное училище Венспилца Русскую группу И через три месяца я свободна И потом, через год поступил в Макаровку, Ленинград И второе И второе Объединение Я хочу, чтобы Лепайский педагогический университет Подсоединили к Рийскому университету Потому что Лепай очень плохо учит И моя дочка закончила Но, как она знает, зато ей будет диплом Рийского университета Спасибо за внимание Спасибо Спасибо вам за звонок Ну, что я могу сказать Вот она, новая идея погружения эстонцев Вот телезритель рассказывает 61-й год Чем не идея погружения? Я предлагаю нашему телезрителю позвонить правительству И в некоторые партии Сейма И рассказать о своем опыте О том, нужен русский язык Для человека, который его не изучал в школе Или не нужен Поделиться Может быть, там некоторые возникнутся подвижки А что касается университетов То в этой части я с телезрителем тоже согласен Потому что ведь в 2003 году В Латвии было, по-моему, 23 или 22 высших учебных заведения Или филиалов После того, как мы вступили в Евросоюз И сейчас до сих пор, у нас 60 Вот телезрительница говорила В каждом городе по ВУЗу А ведь на самом деле практически так и есть При том, что количество студентов уменьшилось Чуть ли не в три раза Да, да, да И сейчас именно из-за того, что студентов так мало У каждого студента, в принципе, на вес золота Университеты, ну, в общем, учат любого Если раньше хоть какой-то был конкурс на место То сейчас некоторые бюджетные программы Они даже не заполняются Там, ну, взять каких-нибудь, ну, филологов Да, Анастасия Кто-то мне рассказывал недавно, что пол... 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 Только на одного места какой-то такой конкурс был, да И сейчас во многих сферах На многих факультетах, программах Примерно такое же соотношение В общем... В общем, много проблем, которые можно обсудить Да, я чувствую, что реформа-то Именно тут требуется И кто его приведет Будет ли и как Выслушаем еще одного нашего телезрителя Алло, добрый вечер Здравствуйте Вот люди у нас уезжают Вот только что говорили, что студентов не хватает Я считаю, что учить надо в Латвии студентов И на русском, и на латышском, и на английском языках Чтобы их привлечь А что касается школ Вот, например, если взять север, да Где много поселений латышей Там почему-то в рамках госпрограммы Существуют латышские школы И учат их на латышском языке Вот, и у нас в Латвии должны быть русские школы С 1 по 12 класс, чтобы учиться на родном языке А латышский преподавать как предмет Просто ежедневно А в остальном, я считаю, нужно учиться У тех стран, которые впереди Спасибо Спасибо вам за звонок Да, спасибо вам за звонок Есть что добавить? У нас реформа такая, какая она есть Наверное, еще раз скажу Надо оценить результаты И поговорить о реформах, которые ждут систему Сейчас Это очень горячие реформы, они очень нужны Алексей, вот мне интересно, чем эта дискуссия Которая состоится в этой студии ровно через неделю Будет интересна эстонским коллегам И эстонским телезрителям И нам, в свою очередь, будет ли интересно узнать Эстонский опыт? Ведь человеку свойственно нам интересно знать И говорить о себе любимых Вот действительно, что мы можем рассказать эстонцам о себе И что мы ждем от эстонцев, чтобы это было интересно? Мне бы действительно не хотелось бы, чтобы латвийская часть или моста Выглядела неким самообичеванием И чтобы мы корили себя Нам ведь тоже есть чем гордиться Да Эстонцы, насколько я общался с коллегами из Сталина Сейчас тоже на пороге перемен школьного образования Они пришли к выводу, что реформа, которая была проведена 13 лет назад Выявила один такой большой существенный недостаток Результаты детей в русскоязычных школах ухудшились То есть сейчас эстонские школьники учатся лучше, чем русскоязычные школьники В Латвии эта разница, насколько я смотрел, статистику есть, но она не такая большая То есть это пункт один, что хотят узнать у нас эстонцы, наш опыт Пункт два Что я думаю нам будет интересно Вот как телезрительница звонила Как раз таки сейчас в Эстонии обсуждается такая идея, что чтобы гимназии Там некоторые есть гимназии, где учатся Ну русскоязычные, скажем так, гимназии Перешли полностью на обучение на русском языке с 10 по 12 класс Но те законы, которые написаны в Эстонии, предполагают, что школа может выбрать этот язык русский в качестве образования Но выпускники должны сдавать конечные экзамены по языку на самую высшую категорию для неэстонцев То есть лучше говорят, считается, что только эстонцы должны говорить И все дети должны сдать язык на эту категорию Я думаю, этот опыт тоже было бы интересен услышать и тому же господину Шадурскицу И нашим телезрителям, и всем, и мне в том числе Примем еще один звонок от нашего телезрителя Добрый вечер, вы в прямом эфире Добрый вечер У меня настоятельная просьба к ведущему телемоста Чтобы он за это время выяснил Есть ли у истории школьник пятого класса Который не может разговаривать на государственном языке с врачом И если есть, то кто от этого там пострадал? Врач, учитель или родитель? Спасибо Я так понимаю, телезритель вспомнил тот громкий случай С работником реческой больницы детской, по-моему, страдания Я хочу телезрителю сказать, что у нас, например, пропорция 60 на 40 вводится в седьмом классе А в Эстонии вводится в десятом классе Я не знаю Я обязательно спрошу по совету нашего телезрителя Про то, могут ли пятиклассники говорить свободно на латышеском языке Но мне кажется, что свободно и качественно на латышеском Это чисто мое субъективное мнение Должны на латышеском, ну или на эстонском, на государственном языке Должны говорить уже люди, окончившие школу Родители мальчика в пятом классе, который приходит на прием к врачу Или мальчик, который сейчас в пятом классе, а потом, когда он закончен, будет в двенадцатом классе Вот тогда с него спрашивать А спрашивать с пятиклассника и говорить, что ты У которого в этот момент, возможно, острая боль Да, и говорить, что ты двоечник почему-то не учишь Это, наверное, не самый удачный метод общения с ребенком И не самое удачное время Леш, такой, наверное, вопрос напоследок Вообще, вот такой телевизионный формат, понятно, что он нам, как журналистам, очень интересен И с технической точки зрения, и с творческой точки зрения А вообще, вот на твой взгляд, насколько он продуктивен с точки зрения, может быть, решения, дискуссии, разрешения каких-то вопросов? Ну, я буду судить по первому проекту телемоста, который, опять-таки, в конце сентября состоялся Где мы пытались понять, кто такие русские в Эстонии и Латвии, в чем наши различия, что у нас общего Мне кажется, это была полезная дискуссия, ну, хотя бы в плане того, что были потом реакции на нее Была, как и положительная реакция, мол, какие у нас прогрессивные, оказывается, русские Мы-то не знали, мы-то думали, что они на самом деле ходят с фигой в кармане Была и другая реакция, как раз-таки, нет, мы не такие, мы как раз-таки ходим с фигой в кармане Но самое главное, чтобы начались дискуссии и обсуждения не только в студии, но и за ее пределами Раз уж напоследок, хочу сказать телезрителям, чтобы включали сегодня наш любимый телеканал ТЛ-7 Потому что в 19.35, сразу после выпуска новостей, состоится программа «Без обид», которую буду я вести А напротив меня будет как раз-таки мой эстонский коллега, ведущий с эстонской стороны Журналист канала «ЭТВ Плюс», главный редактор газеты «МК Эстония» Андрей Титов Мы с ним в том числе будем раскрывать секреты нашего совместного общего проекта Ну и вообще сравнивать положение в Латвии и Эстонии Ну что ж, спасибо, Леша, за эту беседу Как я закруглил, да? Напомним нашим телезрителям, уже через неделю, 1 марта в 20.20 на канале ЛТВ-7 Состоится очередной телемост «Рига Таллин» на тему образования Его ведущий, соведущий с латвийской стороны Алексей Дунда был сегодня у нас в гостях Спасибо, Леша, спасибо, дорогие телезрители, наша программа продолжается Спасибо, Леша.